Весь город как на ладони. Под пристальным вниманием практически каждый уголок курорта. В ситуационный центр Геленджика в режиме реального времени поступает картинка с 400 камер. Как налажена работа системы «Безопасный город» оценивает глава региона. На мониторах видно, что улицы пока еще не так многолюдны, обращает внимание Вениамин Кондратьев. Но уже совсем скоро курорт будет принимать не только миллионы отдыхающих, но и команды-участницы Кубка конфедераций по футболу. В Геленджике для них будут организованы тренировочные базы. С начала курортного сезона мы еще где-то порядка 200 камер видеонаблюдения поставим, для того, чтобы, как я и сказал, въезд и выезд уже полностью охватить периметр нашего города. Ну и кроме того, в селах и поселках у нас отдельно камеры. Конечно, дорогое-то удовольствие, дорогое для бюджета, но вот сегодня жизнь, в первую очередь, и здоровье и жителей города, и отдыхающих превыше всего. Сегодня мы рассматриваем, и уже есть договоренность сказать, что мы о чем говорим. Там будет 60 казаков, они приняли решение, деньги уже выделили на эти цели. 68 казаков, которые будут патрулировать... Именно набережь тоже. Это у нас будет одномоментно 60 казаков на набережье? Нет, одномоментно будет 30. Одномоментно 30. Но, коллеги, это уже очень хорошо, когда 30 казаков в курортный сезон, в разгар, будут патрулировать набережь. Система безопасный город должна также эффективно показать себя и в других муниципалитетах, отмечает Вениамин Кондратьев уже на селекторном совещании. Сегодня в регионе больше 4000 видеокамер, и эту работу продолжают совершенствовать. Важно, чтобы они отражали фактическую ситуацию в том или ином муниципальном образовании и в городе. И самое главное, чтобы мы могли быстро реагировать, если вдруг видим угрозу. В этом году стартует программа, рассчитанная на три года. Объем финансирования из краевого бюджета на модернизацию уже существующих видеокамер и в целом системы около 1 миллиарда рублей. Я считаю, что это мера вынужденная и необходимая, и она себя должна оправдать. Следить за порядком в городах Кубани во время проведения Кубка Конфедерации чемпионаты мира по футболу будут не только с экранов и мониторов. Всесиловые службы переходят на усиленный режим работы. Олимпийская столица под особым вниманием. К нами подготовлен предварительный расчет сил и средств. Всего в городе Сочи для проведения Кубка Конфедерации планируется задействоваться около 5000 сотрудников органов внутренних дел, 1299 ГУ Росгвардии. Кроме того, к охране общественного порядка будет привлечено 300 казаков-дружинников, 800 контролеров-распорядителей, 160 работников частных охранных организаций и 1300 волонтеров. Безопасность гостиницы пляжей, в том числе и зона ответственности частной охраны. Однако к их сотрудникам у правоохранителей сегодня немало вопросов. Многие, например, даже не знают своих должностных обязанностей. Давайте четко поймем, смогут ли вообще ЧОПы, частные охранные предприятия, обеспечить нам сегодня порядок и безопасность. Чем раньше мы это поймем, тем быстрее примем решение, что нам делать. Или ЧОПы менять, или жестче говорить с хайзивами этих ЧОПов. А сегодня, когда куда ни тнись, в какой угодно ЧОП, и миллион вопросов. Это за что этот ЧОП получает деньги? Что он охраняет? Коллеги, главы муниципальных образований, вы все в состоянии понимать. И все знаете ЧОПы. Я даже думаю, что знаете, кто за ними стоит. Ровно неделя. Или вы наведите порядок, или если уже ЧОПа пойдет в наше поле зрения, то зона ответственности ваша. Но большую озабоченность у главы региона вызывает транспортная безопасность. И в первую очередь это касается железнодорожных вокзалов. Некоторые из них так и не прошли проверку, в том числе и из-за недостаточной технической оснащенности. Денег не хватает. Чего не хватает? Средств? Все хватает, я вам доложу. Ну да, коллеги, мозгов не хватает просто. Или оперативности? Есть проблемы. Коллеги, сколько вам нужно времени под протокол, чтобы эти вопросы не было? У нас время нет. Нам нужно четко, чтобы все вокзалы были защищены. Я еще подчеркиваю, они все входят в систему безопасности в целом крае. Создайте вы этот поиск безопасности вокруг любого железнодорожного вокзала. Ну это же, ну что-то так сложно. Мне кажется, просто желание должно быть. На устранение всех озвученных на совещании недостатков в системе безопасности Виамин Кондратьев отводит буквально считанные дни. Ведь уже в июне на Кубань приедут не только туристы, но и более 700 тысяч болельщиков и 8 сильнейших команд со всех континентов. И ничто не должно омрачить их впечатление о гостеприимстве Краснодарского края. Мария Крошина, Денис Мускаленко, Алексей Комаров, Кубань, 24, Геленджик.